Сегодняшний выпуск понравится всем любителям сериалов. Их сериалов за последнее время появилось огромное множество. И сегодня мы поговорим о 8 новых сериалах, которые просто запали нам в душу. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Life. Давайте начнем. И начнем с сериала Черный понедельник, Black Monday. Для тех, кто занимается финансами, название Черный понедельник говорит как бы само за себя. 19 октября 1987 года произошла очень неприятная ситуация на финансовом рынке. Индекс Доу Джонса рухнул. И как я не пыталась понять, что это за индекс, потому что с математикой вообще у меня вообще не алло как бы, поняла я лишь одно. Индекс Доу Джонса является старейшим инструментом на финансовом рынке. Да. И я думаю, что в принципе это все, что нам нужно знать. Короче, это событие стало началом тяжелейших кризисов на фондовых рынках всего мира. А один из создателей сериала, знаете кто? Сет Роген. И сериал получился о людях, которые этот самый Черный понедельник пережили. Ну или не пережили. What do you say, Mr. MBA? Do you wanna fuck with me? И тут все озадачились, да что же он ему предлагает? Несмотря на всем известное прямое значение слова fuck, тут конечно же другое значение, и потому что это сленг. Хотя получилось довольно забавно и интригующе, согласитесь. И для любителей переводить дословно вообще непонятно, что к чему. На сленге fuck with somebody может значить разное. Но в данном случае это иметь какие-то делишки, мутить всякую движуху, делать какие-то делишки вместе. Ну и кстати, MBA это Master of Business Administration. И это квалификационная степень магистра в менеджменте. Она подразумевает выполнять работу руководителя среднего и высшего звена. Да, вот так несложно и познавательно. Далее по списку сериал Я ночь, I'm the night. Что может быть лучше детектива из шести серий? Да ничего. И не надо ждать, когда там следующий сезон выйдет через год. Как и положено. Главный герой пара сыщиков. Тут эта молодая девушка, которая приезжает в Лос-Анджелес для того, чтобы отыскать своего отца. И журналист, которого сыграл симпатяшка Крис Пайн. И вот этот самый репортер хочет разобраться в громком деле черного Георгина. Ну и еще восстановить свою пошатнувшуюся репутацию. И моя самая любимая часть каждого сериала, эта фраза основана на реальных событиях. Согласитесь, что никакая другая фраза так не будоражит. И сейчас поясню. Речь в сериале об одном из самых громких преступлений в истории США. В России о нем мало известно. 15 января 1947 года в пригороде Лос-Анджелеса было найдено изуродованное тело 22-летней девушки. Не буду конкретизировать как, но все это было довольно ужасно. И самое главное, что злодея так и не нашли. Обратите внимание на фразу Если вы спрашиваете То вы имеете в виду происхождение, родство, возможно самоопределение и другие личностные качества и характеристики. А вот если вы решите спросить То такой вопрос уже относится к вашей профессии. Ну, либо к тому, чем вы вообще занимаетесь по жизни. Далее проект Синяя книга Project Blue Book. Сериал похож на наш любимый X-Files, секретные материалы. И тут даже свой Малдер есть. В этом сериале это астроном Джозеф Хайник. Он занимается абсолютно простыми делами, изучает сообщения от НЛО, ищет представителей внеземных цивилизаций и пытается вступить с ними в контакт. Самое главное, что Синяя книга это реальный проект военно-воздушных сил США, которое командование авиации затеяло в 50-60-е годы прошлого века. И в основу сериала вошли официально задокументированные случаи контактов людей с внеземными цивилизациями. Это очень похоже на фразу, основанную на реальных событиях. Обожаю этот стиль. Это самое то, чтобы после очередной серии под одеялом, после каждого ночного шороха думать, вот все, они пришли за мной. Тут стоит отметить выражение Ну и вместо this может быть, в принципе, все, что вы захотите. Дословно это выражение лучше не переводить, потому что вы просто запутаетесь в формулировке. Так что просто запоминайте, что так можно сказать о том, что вы или кто-то другой не имеет абсолютно никакого отношения к делу, к событиям и так далее. Следующий по курсу двое других The Other Two Ситком на супер популярную тему популярности в соцсетях. Он начинающий актер, который рассчитывает получить большую роль и стать популярным, но с этим пока не клеится. Она тоже пытается найти работу мечты, но тут их младший брат неожиданно становится популярным, как говорится, в интернетах и соцсетях. Для начала отметим, что имена обычно не переводят, но здесь оно просто напрашивается на перевод, потому что chase dreams дословно это гонись за мечтой. А в другом моменте речь заходит о неких миллениалах, millennials. Кто это, спросите вы? Этот термин произошел от слова millennium, тысячелетия. Millennials называют людей, которые родились в период с 1982 года по 1995. Иногда это поколение называют generation Y, поколение Y или Y. И оно характеризуется тем, что именно эти люди начали внедрять в повседневную жизнь самые различные цифровые технологии. А теперь поговорим о сериале «Жизнь матрешки Russian Doll». В этом сериале снялась моя любимая Наташа Леон, та самая из «Американского пирога» и сериала «Оранжевый хит сезона». Наташа тут предстает в роли Нади, девушки с русскими корнями, которая попала на вечеринку в честь ее дня рождения в Нью-Йорке. И тут все будет в лучших традициях дня сурка с многократным повторением одного и того же дня. И задачки тут непростые – понять, как не умирать и что вообще происходит. В этом видео, которое склеено из трейлера и объяснение сути сериала, диктор говорит Дословно это можно перевести, как «Ты заполучил меня на месте про множественные смерти». А по сути так говорят, когда кто-то или что-то полностью завладело вашим интересом или вашим вниманием по какой-либо причине. А чуть позже мы слышим, как про главную героиню, Надю, говорят «Chain smoker». Тоже довольно интересное слово. Если его разбить на части, то «Chain» – это цепь или цепочка, а «Smoker» – это курильщик. Так вот, так называют людей, которые курят по цепочке, то есть без остановки. Сигарету за сигарету, сигарету за сигарету. А теперь поговорим о сериале «Чудотворцы». «Miracle Workers». И это комедия о тяжелой жизни простых работяг из рая. Ситуация такая. Бог решает уничтожить надоевшую ему землю, всех жителей, земли. И, кстати, в роли бога Стив Бушеми. А двое ангелов, один из которых Дэниел Рэдклифф, берутся за спасение земли. И им всего-то нужно будет влюбить друг друга, двух разных людей, чтобы доказать всемогущему, что у человечества есть шанс. Вот так вот бутылочка пивка боженька произносит «Huchimama». Изначально этот термин означал женщину, которая довольно открыто сексуально выглядит. И примерно так же ведет себя в обществе. Ну, а со временем это просто стало таким восклицанием, которое можно перевести на русский огромным количеством даже более ярких эквивалентов. Дословно, выражение «no telling» можно перевести как «нет говорения». Но так, конечно, делать не рекомендуем. По сути, оно значит «не представляю». То есть, по сути, что-то так велико и значимо, что «there is no telling». Вы не представляете, что можно сделать. Под номером 7 у нас сериал «Pen 15». Честно говоря, я просто обожаю подобные чудаковатые сериалы. Он рассказывает о жизни средней школы и двух подружек. Майя Эрскин и Анна Конклс, создательницы сериала, лучшие подруги и в реальной жизни. Самое смешное, что, будучи уже взрослыми, они играют 13-летних подростков. Причем таких подростков-аутсайдеров, которыми они и были в 2000 году. И все это очень странно и смешно. I feel like we should make a pact. Let's like do everything together. You are my actual rainbow gel pen. In a sea of blue and black writing utensils. So we'll do it together? Yeah, duh! One, two, three. Rainbow gel pen. Дословно, это радужная гелевая ручка. Ну, вы знаете, это ручка, у которой в стержне идут несколько цветов друг за другом. И когда ими пишешь, цвета меняются, переливаются, и это все выглядит очень красиво и необычно. Думаю, что вы уже неоднократно слышали, как в сериалах говорят «да». И это слово действительно произошло от русского «да». Но вот в английском это не просто согласие. Английское «да» означает что-то вроде «само собой», «разумеется», «очевидно». Типа, не говори ерунды, точно так и есть. Да! И под номером восемь Академия Амбрелла. The Umbrella Academy. Очередной супергеройский сериал от Netflix. Самое интересное в этом сериале то, что литературная основа истории это комикс вокалиста My Chemical Romance Джерарда Бея. По сюжету сэр Реджинальд Харгривз, не понимаю, неужели нельзя было что-то попроще придумать, открывать школу для детей с экстраординарными способностями. Спустя годы выпускники Академии Амбрелла соберутся на похоронах наставника. Ну и, конечно, по классике один из них окажется предателем, против которого нужно будет сражаться. В общем-то и все. И, конечно, лучше смотреть сериалы в оригинале, потому что столько выражений и тонких шуток вы можете пропустить мимо своих ушей, что просто Так это еще и такое удовольствие слышать голос актера. Так что переходите по ссылке на сайт Puzzle English, ссылочка будет в описании. Регистрируйтесь, изучайте сайт, смотрите видео, интервью, практикуйтесь в аудировании, чтение литературы в оригинале. Все я вам не могу перечислить, так что просто переходите по ссылке. И, кстати, поздравляю вас с началом весны. С вами была Настя, канал Puzzle English Life. Пока-пока!